Рассаживайтесь, потому что я вам обещаю, что за то время, которое я сейчас на сцене, вы получите просто нереальный, наикрутейший контент, которого вы никогда в жизни своей не слышали. Хорошая заявочка, теперь нужно соответствовать. Друзья мои, поднимите руку, пожалуйста, предприниматели. Отлично. Топ-менеджеры, маркетологи, владельцы онлайн-школ, девушки, поднимите руку. Девушки, поднимите повыше. Замужние опустите, пожалуйста. Это важно. Я просто думаю, стоит оставаться на неделю предпринимательства или нет? Стоит, да? Нет? Ну все, хорошо. Друзья, вы знаете, сегодня, точнее вчера я прилетел, вчера был где-то, наверное, уже 135-й, наверное, перелет за 9,5 месяцев. В среднем вот за апрель у меня было 35 перелетов за месяц. Это больше, чем дней в месяце. То есть я как в автобус. И вы знаете, я всегда общаюсь с предпринимателями, постоянно выступаю на больших и не очень больших площадках. И самый популярный инструмент, как вы считаете, какой самый популярный инструмент маркетинговый в регионах? Тот, кто ответит, получит 20 тысяч рублей на мою международную образовательную площадку. Нет? 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 Еще не слышу. Нет? 30 тысяч даю. Нет? Никто не отгадал. Самый популярный маркетинговый инструмент в регионах – это сделать дешевле, чем у соседа. Но только… Правильно? Кто согласен? Поаплодируйте, пожалуйста. Но только это работает только до тех пор, пока сосед об этом не узнал. И не сделал дешевле, чем у него. А потом этот узнал и сделал дешевле, чем у него. И в итоге что происходит? Никто не зарабатывает. Так вот, я вам сегодня буду рассказывать о том, чтобы вы могли продавать свои онлайн-курсы, свои продукты, свои услуги в 10 раз дороже, при этом оставляя, может быть, даже еще более делать выше свою лояльность с клиентами. Кому это было бы интересно? Поднимите руку. А кто считает, что если он в 5 раз поднимет свой ценник, у него не будут покупать? Поднимите руку. Кто считает? Вот я сегодня буду бороться с этим убеждением. И надеюсь, что я вам докажу. Также я вам сегодня расскажу, как вы можете зарабатывать не только на своих услугах и продуктах, которые вы продаете, но и на своем ресурсе. Потому что, вы знаете, очень часто происходит такая вещь, что я встречаюсь с предпринимателем и вижу, что он использует максимум процентов 20 своего ресурса. А это очень важно. И сегодня я вам тоже об этом буду говорить. Два с половиной года назад я был на форуме Атланты. Кто был на этом форуме? Поднимите руку. Или, может быть, кто-то слышал о нем? Это форум, где собраны 2000 бизнесменов. И там выступал Тони Фернандес. Кто не знает, это владелец AirAsia. Возможно, когда вы были в Таиланде, летали его авиариними. И когда он выступал, и была возможность задать ему вопрос, я выбежал к микрофону и сказал, Тони, почему ты до сих пор не сделал первую в мире авиакомпанию, которая позволила бы людям летать совершенно бесплатно? Они же этого достойны. Тони на меня посмотрел удивленно и говорит, в смысле, как это? Я говорю, ты же можешь просто перераспределить стоимость авиаперелетов на других игроков. На отеле, на визовой центре, на дьюти-фри. Стоимость перелета из одного города в другой порядка 100 долларов. Если разделить это на 7 дней, то получается 15 долларов. Неужели отели не могут дать скидку в 15 долларов, чтобы к нему заселились люди на неделю? Как вы считаете? Кто считает, что могут они дать скидку в 15 долларов, чтобы на неделю к нему заселились люди? Поднимите руку. Спасибо. И тогда не надо брать деньги с людей, пускай они летают бесплатно, пускай отели им оплачивают перелеты. И знаете, что он ответил? Он сказал, что мы не думали об этом, потому что они у нас и так слишком дешево летают. Я был месяц на Бали в январе, действительно, с Бали до Сингапура 2000 рублей перелет. Я не знаю, на чем они зарабатывают, но тем не менее. Но в тот момент, когда он это сказал, я понял одну истину. А истина заключается, знаете, в чем? В том, что я понял, что я этот проект буду делать без него. Спасибо. И буквально через два месяца после этого мы запустили этот проект. Вы можете его найти в интернете. РБК, НТВ. Говорят, что мы делаем революцию в авиаперевозках. И уже в семь стран мы отправляли людей совершенно бесплатно. Просто поужинав в ресторане или записав своего ребенка в школу английского языка не на один месяц, а на три. И не надо полтора года копить мили. И сейчас мы делаем совместную программу с Сочи, с администрацией Сочи. Летай бесплатно в Сочи. Но самое крутое, то что у нас буквально через месяц выходит IT-продукт, который вы просто вот так вот раз посмотрите страну, и там будет отели, огромное количество отелей. И будет написано, сколько ты должен прожить в каком отеле, чтобы тебе был оплачен перелет. По сути, мы взяли просто и забрали деньги туристических агентств. Извините, пожалуйста, если есть такие присутствующие, есть. Мы вам франшизы еще продадим. Вот. И взяли их, отдали людям, короче. И все. И таким образом эти деньги пошли на оплату перелетов. И я хочу сделать так. Мы уже все нарисовали самолеты, как они у нас будут выглядеть, уже защитили это. Короче, я надеюсь, что буквально в скором времени нам не надо будет платить за то, что мы летаем на самолетах. И это очень круто. Но, спасибо. Но чтобы так мыслить, был пройден огромный путь. Где-то 4 года назад уже я выиграл свой первый инвестиционный конкурс. В 4 конкурсах, в которых я участвовал, я победил в 3, включая один международный. И так получилось, что я хотел сделать так, чтобы люди получали знания совершенно бесплатно. И по всему, ну по всей стране. От зарубежных и российских экспертов. Я пошел на конкурс. Мне все говорят, что там все куплено, всю историю. Но в итоге я его выиграл и поднял 6 миллионов рублей в идею. И заключил контракты с экспертами из Microsoft, Sony, Disney, Эриком Спеллманом, Бэром Нерафи, Куртом Расселом. И взял у них видеоконтент, онлайн-курсы, про которые мы сейчас с вами говорим целый день. И поместил их на площадку. Но на тот момент рынок онлайн-образования только-только начинал развиваться. И он действительно очень сложно коммерциализировался. Сейчас это совершенно другая история. И я думал, как же сделать так, чтобы на этом зарабатывать. И в итоге придумал совершенно новую бизнес-модель. Она была как? Я взял вот этот контент, поместил его на площадку, а потом совместил с потребительским рынком. И сделал так, чтобы пошел в компании к производителям, к ритейлерам, к банкам. И сказал, давайте я все деньги, потраченные у вас на потребительские товары, буду людям возвращать на онлайн-образование. То есть купил колбасу, получил обратно все деньги на образование. Купил сметану, получил обратно все деньги на образование. И в итоге нас поддержали производители. Один из тех, кто нас первый поддержал, это салфетки. Тетра, один из крупнейших производителей салфеток в России. И мы к ним пришли. Я говорю, давайте так, если человек купил одну пачку салфеток, ничего не получил. Купил две пачки салфеток, получил 500 рублей на онлайн-образование. И таким образом, что произошло? Человек приходит в магазин. Какая разница, чем вытирать руки? Здесь одну пачку, а здесь надо две купить. Но при этом 500 рублей я возвращаю. Людям знания мало кому нужны. Ну то есть действительно в общей массе. Порядка 5% активных реально в знании. Но здесь идет поиск знаний. Но здесь идет халява, жадность и все, что присуще людям. И когда человек покупал эти салфетки, он приходил домой, отдавал код ребенку. И ребенок начинал, например, изучать английский язык у Драгункина. И через какое-то время у него заканчивался код. И он прибегал к папе и говорит, пап, дай тысячу рублей продлить онлайн-обучение. Что говорил папа? Сынок, по ходу дела нам нужны еще салфетки. И таким образом я стал стимулировать возврат к производителю. И таким образом я стал стимулировать возврат в ритейлеру. Потому что эти производители, им гораздо проще было заходить в ритейл. Они говорили о том, что мы не просто салфетки у вас на полках будем ставить, а это умные салфетки, которые позволяют людям по всей стране образовываться совершенно бесплатно. При этом мы возвращаем людей в ритейл, потому что покупай обратно. И с этим проектом пришлось выиграть венчурный фестиваль, как лучший инвестиционный проект года. Выиграл международный конкурс, как лучший стартап для инвестора. И сделал так достаточно большую историю. Но потом ко мне приехали инвесторы и сказали, Влад, то, что ты сделал, это гениально. Но люди не все любят учиться. Вот если бы ты стал возвращать все деньги, потраченные на что-либо, не на образование, а на услуги, либо товары, вот это другое дело. Пришлось придумать. И я пошел в компанию и стал говорить, Ребят, давайте так, вы мне даете подарки, а я буду давать возможность за этими подарками к вам прийти. И таким образом вы получаете потенциального клиента за себестоимость этого подарка. Давайте на примере. Вот эта книжка. Эта книжка называется «88 креативных идей на миллион». И когда я ее написал, это уже третья моя книга. Кстати, я ее сегодня разыграю тому, кто сделает самый прикольный сториз, если что. И когда я ее написал, я пошел в издательство, отнес и сказал, посмотрите, пожалуйста. Они прочитали, сказали, Влад, книга гениальнейшая. 88 креативных идей, открываешь, идея, открываешь следующий кейс, идея. Ну то есть нестандартные различные лайфхаки. Но ты не портнягин. У тебя нету миллиона подписчиков. И поэтому максимум, что мы можем тебе предложить, это 100 рублей с каждой книжки и 700 рублей на полке. Я посмотрел на них, послушал и сказал, идите вот туда. Вот именно туда, в инстаграм многие говорят. Моя книжка будет стоить 5000 рублей, и она будет разлетаться, как горячие пирожки. Они говорят, ну, ну, посмотрим. За два месяца, не имея многомиллионной аудитории, я продал 300, получается, 320 книг в чеке 5000 рублей. И если посчитать, то издательство мне предлагало по 100 рублей. Это больше, нежели мне надо было бы там продать 10 тысяч книг. Ну, если в математике мы посчитаем. Но мне надо было понять, как же продавать ее по 5000 рублей. Что я сделал? Я пришел домой и вспомнил, что я вроде как эксперт по кросс-маркетингу номер один в стране, так говорят многие. Значит, моя книга должна быть кросс-маркетинговая. Я за один день прозвонил всех своих подрядчиков, которым я доверяю, и сказал, друзья мои, вам нужны платежеспособные клиенты? Они говорят, конечно, нужны. Я говорю, человек, который покупает книжку за 5000 рублей, это платежеспособный человек? Они говорят, конечно. Как вы считаете, кто считает, что человек, который покупает книжку за 5000, это платежеспособный человек? А кто хотел бы себе таких клиентов? Поднимите руку. Вот и я хотел. И пришлось придумать, да. И так получилось, что я сказал, дайте мне какой-то подарок, который я включу в эту книгу, и человек, который ее купит, получит от вас. И они сразу говорят, давай мы дадим скидки. Я говорю, нет. Скидки придумали маркетинговые импотенты, потому что они больше ничего не додумались придумать и придумали сделать дешевле, чем у соседа. Дайте мне конечный, нормальный подарок, хороший, и тогда вы получите потенциального клиента, платежеспособного. Те, кто делали мне сайты, они мне отдали трехэкранный лендинг в подарок под ключ. Среднерыночная стоимость, вы понимаете, 5-6 тысяч рублей. Те, кто юридически меня обслуживал, они отдали мне 3 месяца юридического сопровождения, консалтинга и 3 составленных договора. Те, кто бухгалтерия, бухгалтерию. Фотографы мои отдали фотосессию. Дизайнеры отдали дизайн-макет визитки, дизайн-макет коммерческого предложения, дизайн-макет рекламного сообщения. Короче, я за один день собрал подарков для своей целевой аудитории, для предпринимателей на 50 тысяч рублей. То, что они реально заказывают, ну то, что в любом... Вы же заказываете дизайнеры, вы же заказываете юридические, вы заказываете бухгалтерию, вы же пользуетесь этим. Кто пользуется, поднимите руку. И таким образом я совершенно по-другому поменял парадигму. Если раньше люди покупали, получается, что они в 8 раз дороже рынка покупают, то если рынок 700 рублей книги, а они должны за 5 тысяч заплатить, типа это в 8 раз дороже, то я сделал так, чтобы люди думали о том, что они экономят. Не думали даже, а они реально экономят. То есть 50 тысяч рублей на услуги, на различные тех, кого вам нужно, плюс каждая идея 60 рублей получается. И таким образом вы получаете там эту книгу. И люди стали думать, что они в 10 раз экономят. И таким образом получались продажи. Но мне было мало. И сейчас я вам расскажу то, что перевернет ваше сознание. Я подумал о том, как мне за презентацию, за один день презентации, это было декабрь, как мне окупить все свои вложения в эту книгу. То есть редактуры, дизайнеры, копирайтеры, 500 штук, тираж. То есть полностью все деньги окупить. Скажите, это же круто, когда ты что-то сделал и за один день отбился, да? Кто бы хотел так, а? Поднимите руку. Сейчас я вам расскажу. Я пошел в центральный ресторан в Москве и сказал. Сначала я проанализировал и понял, что все люди кушают в ресторанах. Я пошел в ресторан и говорю, отдайте мне пятитысячные сертификаты за две с половиной тысячи рублей. То есть вы мне пять тысяч, я вам две с половиной. На меня директор смотрит, такой говорит, Влад, ты что упал? Мы 10 процентов, ты скидку мало кому даем. А ты хочешь, чтобы мы тебе половину отдали? Я говорю, да, через 15 минут дадите и будете счастливы. Они говорят, ну-ну, что произошло дальше? Я купил у них 100 сертификатов по две с половиной тысячи рублей. На 250 тысяч рублей. И стал давать людям, которые купили книжку за пять тысяч рублей на презентации. То есть хороший профит, как вам? То есть на 50 подарков для предпринимателей, одна идея получается 60 рублей и плюс 5000 рублей в ресторане в центре Москвы. Это в ресторане презентация была. Кому нравится профит, поднимите руку. Нормальный профит? По-моему, охрененный. Дальше. Я купил 100 сертификатов. Они стали приходить и использовать этот сертификат в ресторане. Средний чек составил 3800 рублей. Кто-то посидел на 2500, кто-то посидел на 5200. Средний чек составил 3800 рублей. Теперь скажите, у кого есть рестораны? Есть у кого-нибудь кафе, рестораны? Сколько себестоимость у ресторана, когда средний чек 3800 рублей? Спали контору. Не скажешь? Давай я скажу 1000 рублей. Ну давайте, ладно, полторы посчитаем. Полторы посчитаем, да? Отлично, полторы. А теперь внимание. Доходимость в использовании в течение двух месяцев сертификата, как вы думаете, сколько составило? Красавчик. 20%. А теперь считаем, полторы тысячи, 20% сколько? 300 рублей. Это себестоимость на одного человека у ресторана. А теперь умножаем это на 100. 100 же сертификатов было? И сколько получаем, потратил на это ресторан? Каковы были затраты ресторана? Еще раз. 100 сертификатов. 3800. Средний чек. По сертификату пришел с 5000, на 3800 посидел. Себестоимость для ресторана получается полторы тысячи рублей. Доходимость 20%. Не все дошли, а я сертификаты выкупил заранее. Сколько получилось себестоимость для ресторана? 30 тысяч, ребятушки, 30 тысяч рублей. А сколько я им заплатил? 250. Это маржинальность больше тысячи процентов. Это больше, нежели просто ресторан просто отпускает. Так он зарабатывает 300%, а так он заработал со мной тысячу процентов, даже больше. При этом, при этом отдал мне половину, 50% скидки. Понимаете? Я, честно говоря, конверсии расстроился. Я думал, будет меньше. Когда мы отправляли в Европу бесплатно людей, вылетело около 15%. Я думал, что здесь будет тоже где-то такая. Оказалось, 20%. И я понял, что мы с вами можем создавать добавочные ценности к своему продукту. Ну, к примеру, кто работает в онлайн-курс, продает в чеке, например, 5000 рублей? Кто продает? Друзья мои, чем, что вам мешает сделать то же самое, что я сделал? Ничего. Ничего не мешает сделать то, что я сделал. Взять и по той же самой схеме договориться и посчитать конверсию, доходимость. Это же хороший профит. Купил курс за 5000 рублей и получил 5000 в ресторан. Кому нравится профит? Поднимите руку. И все. Просто математика, друзья мои. И на это можно на SPA играть. Это просто один из примеров, как это можно сделать. Это можно делать с любыми продуктами. Это можно со SPA делать. Мы делали это с огромным количеством различных кросс-маркетинговых цепочек. Я за прошлый год проконсультировал 218 компаний. Начиная от маленьких салонов красоты, заканчивая такими компаниями, как TadSpirt Prom, крупнейшая алкогольная компания в стране, Suzuki и многие другие. И там везде одно и то же. И вы знаете, я понял еще очень большой момент. Люди забывают зарабатывать на своем ресурсе. Давайте я вам прямо сейчас покажу, как вы можете на онлайн-школах и на своем ресурсе зарабатывать еще несколько десятков миллионов рублей в год, а может быть даже и в месяц. У кого из вас есть база? 20 тысяч человек хотя бы. Поднимите руку. Ох, красавчики. А 50? Есть у кого-нибудь 50? Что такое база? Это те, кто вошли с вами в финансовые взаимоотношения. Поняли, да? То есть те, которые отдали вам уже свои деньги. У кого 50 тысяч? Поднимите руку. Хорошо, у кого 20? 20 тысяч человек вошли с вами в финансовые взаимоотношения. Давайте 10. 10 у кого? Чтобы больше было народу. Хорошо, давайте посчитаем 20. Еще разочек. Поднимите руку, у кого 20? Просто на примере. Скажите, что у вас? Фотошопы. Курсы по фотошопу. То есть 20 тысяч человек оставили вам свои деньги. Правильно? То есть вошли в финансовые взаимоотношения. Что такое продажа? Это фактор доверия. Чем больше тебе человек доверяет, тем больше шансов, что идет продажа. То есть ноль. Не доверяю. 10 секта. Надо в окно выпрыгнуть, значит прыгну. Если человек входит в финансовые взаимоотношения уже где-то на пятерочку. Правильно? То есть фактор доверия на пятерочку. То есть с вами. Дальше. Дальше смотрите. Как называется ваша школа? Давайте я рекламочку небольшую сделаю. Фотошоп мастер. Кто бы хотел бы вступить в сообщество фотошоп мастера просто так и платить за это 500 рублей в месяц? Ну а почему бы и нет? Хорошее сообщество просто. Поднимите руку. Кто бы хотел бы просто вступить в сообщество 500 рублей просто платить в месяц, потому что он в сообществе… Ох, какие молодцы. Это что, ваши друзья там, нет? Я бы тоже не хотел. А теперь смотрите. Теперь магия от Бермуды. Кто из вас любит кофе? Поднимите руку. А теперь скажите мне, какая цифра… Точнее покажите мне пальцами просто вот так 2, 3, 4, 5, 10. Какая цифра у вас возникает в голове, когда вы слышите, что вы получите вот сертификат на безлимитное кофе в вашем любимом ресторане и можете пить там кофе в течение месяца когда угодно. Безлимитно, безлимитно. Сколько может стоить этот сертификат? Вот как вы считаете? Поднимите приблизительно. То есть 1000, 2, 5, 10. Сколько? 3, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 4. В среднем 3000. В среднем 3000 это та цифра, которая возникает у человека в голове. Теперь скажите мне, поднимите руку, кто бы хотел бы вступить в клуб фотошопа и привязать свою карточку рекуррентным платежом, чтобы с нее списывалось по 500 рублей в месяц. Но при этом каждый месяц вам будет присылаться сертификат на безлимитное кофе в ваш любимый ресторан в течение этого месяца. Поднимите руку, кто бы хотел бы так? Как вас зовут? Мастер. Евгений. Евгений, еще разочек поднимите, пожалуйста. Евгений, обернитесь, пожалуйста. Это очень важно. Это где-то порядка 70, ну давайте 50% людей посчитаем. А теперь смотрите, мы берем не 50%, а берем 20%. Поменьше даже. Из 20 тысяч человек, у вас 20 тысяч, да, сказали? Или сколько? Сколько база? 60 тысяч. 60 тысяч. Посчитаем 20%. Сколько? 12. 12. 12 тысяч умножаем на 500 рублей в месяц. Считайте, ребятушки, уже вечер. 6 миллионов рублей в месяц. Это в год 72 миллиона рублей. Вы понимаете, о чем я? 6 миллионов рублей в месяц на собственном ресурсе. Осталось только узнать, как же сделать так, чтобы рестораны отдали кофе. Правильно? И тогда все получается. Теперь меня, наверное, Павел Гетельман, наверное, поддержит, да? Где Паша? Где Паша? Здесь? Нет? Знаете, сколько себестоимость кофе? 10 рублей. А знаете, сколько рестораны тратит на привлечение одного клиента? 150-200. Так вот, мы приходим к нормальному, современному ресторатору, который более-менее открыт каким-то предложением, а не просто, который говорит, ну что вы мне тут предложите? И говорите, хотите, я сэкономлю ваш бюджет в 15 раз? Он говорит, конечно, хочу. А вы ему говорите, отдай кофе людям. А именно, членам клуба фотошопа. О, ресторан у вас? Есть ресторан? Готовы отдать кофе? Умничка. Как зовут? Вот, видите, работает. Работает то, что я вам сейчас рассказываю. Прямо здесь, сейчас. Понимаете? И каждый из вас это может сделать на собственной базе, на собственном ресурсе. Просто создавать определенные комьюнити, отношения. Причем, смотрите, вы создаете это комьюнити. Там 12 тысяч человек. Вы же можете их опрашивать. Вы же можете создавать под них новые продукты, писать новые курсы. Все, что угодно. Это ваш ресурс, который вы совершенно не монетизируете. И добавочную ценность можно создавать за счет других продуктов, высокомаржинальных. Солярий, например. У кого я салон красоты, признавайтесь? Салон красоты. У вас есть солярий? Нету? Купите солярий и отдайте его людям. Это очень просто. Можно бэушный. Потому что себестоимость солярия поменять тряпочку и раз в год эти лампы. И получается, что человек, который приходит, обойдется, если в математике. Мы считали с салонами красоты, просто это очень много считали. И получается, рублей 30-40 это человек, который приходит. Но при этом мы же можем создавать, уже работать с этим человеком. Вы знаете, я начинал, сейчас немножко перескочу. У меня был бренд одежды в Китае. Я жил в Китае и создал там бренд одежды. И так уж получилось, что я его масштабировал на 28 городов за полгода по франчайзингу. И когда я приехал и сделал первый свой показ, он провалился. И там было всего лишь 15 человек. Но после показа у меня спросили, Влад, а можно купить рубашку твою? Сколько она стоит? И я такой, купил за 350 в Китае сейчас. Я такой, 5000. И человек такой, а можно мне две? Я сразу вспомнил Тинькова, когда у него спросили, Олег, почему у тебя такие пельмени дорогие? Ну, Дарья, помните пельмени Дарья, такие дорогие? И он ответил, вы знаете, если бы я сделал бы дешевле, я бы никогда бы не узнал, покупали бы их дорого или нет. А я сделал сразу дорого, их стали покупать, зачем мне их делать дешевле? Логика железная. И я сделал тоже 5000. И стал продавать по 5000 рублей. Но я подумал, рубашки, ну то есть китайские рубашки, да, они яркие, они такие были, ну, с квадратными пуговицами, прошитые, воротники такие кайфовые. Но при этом конкуренция огромная. Что же делать? И меня пригласили на мероприятие, и там было порядка 70 предпринимателей. И они говорят, Влад, а ты можешь прямо здесь сейчас продать что-нибудь людям? Я говорю, ну, давайте попробую. Они говорят, ну давай. В итоге я достал флешку и воткнул флешку с рубашками. И говорю, друзья мои, как вам мои рубашки? Они говорят, класс. Я говорю, кто прямо здесь сейчас готов их купить за 5000 рублей? Как вы думаете, сколько было рук? Ноль. Я говорю, может быть денег у кого-то нету. Давайте сейчас 1000 и в течение еще недели еще 4. Как вы думаете, сколько стало рук? Ноль. Я говорю, вам точно нравятся мои рубашки? Они говорят, да, они потрясающие. Я говорю, ну, покупайте. Они такие, нет. У кого такое было, когда к вам приходит этот продукт, вы свои рассказываете? Да, он гениальный, давай деньги. Нет. У кого такое? Поднимите. Да, по-моему, у всех, да? И у меня такая же история была. Так вот, я думаю, как же создать добавочную ценность, чтобы купили рубашки? Я говорю, давайте все, кто купит сейчас в рассрочку рубашки, получат от Деда Мороза звонок под Новый год. Это был декабрь месяц. Для любого родственника. Как вы думаете, сколько стало рук? Одна. Я говорю, а теперь я добавлю туда тренинг, который будет стоить 7 тысяч рублей, и вы туда попадете бесплатно. Как вы думаете, сколько стало рук? Пять. А потом я говорю, а теперь я добавлю туда поездку в Финляндию на двое суток с трансфером, с проживанием и с завтраком из Санкт-Петербурга. Как вы думаете, сколько было рук? Нет, 10. А все остальные сидели и думали, в чем развод, в чем Бермуды сейчас наколят? Я не поведусь на этот лохотрон. Таких было большинство, кстати, получается. В зале сидело около 70 человек. И потом я говорю, а потом я добавлю тот инструмент, который может позволить вам продать все, что угодно. Как вы думаете, сколько еще стало рук? Еще одна. И у меня был такой помощник, Михаил. Я ему говорю, Миш, собери, пожалуйста, по тысяче. И все такие, как, ты чего, будешь с нас деньги прямо собирать? Я говорю, да, вы же предприниматель. Ну так предпримите, поднимите свою заднюю точку, достайте деньги. Чего вы руки-то поднимали? И они стали доставать деньги. И так появился ролик в Ютубе, как Владислав Бермуда заработал 75 тысяч рублей за 11 минут. Кто-то снял там тихаря. И можете его посмотреть, кстати, у меня в ВКонтакте даже где-то есть в этих роликах. А потом люди стали, после того, как сдали деньги, стали говорить, как ты это все будешь делать? Тебе же это невыгодно. Я говорю, вы знаете, себестоимость рубашки 350 рублей. Доставка до Питера еще 350. Звонок от Деда Мороза на любом купоннике будет стоить 50 рублей. Тренинг, какая разница, будет сидеть 50 человек или 100 человек, себестоимость практически та же самая. А поездка в Финляндию все очень просто. Я прихожу и говорю, слушайте, отдайте мне по себестоимости за 2000 рублей поездку в Финляндию. И люди к вам придут за ней. И таким образом вы не будете тратить денег на рекламу, на маркетинг. Они уже к вам пришли тепленькие, закройте их на более дорогие каюты, на еще на что-нибудь. И таким образом, получилась еще потом одна... А, и они мне отдали по себестоимости за 2000 рублей, турфирма отдала мне путевки. Я говорю, теперь мы считаем 700, ну 350, 350, 50 и 2000. И получаем 2750. Вычитаем 5000 рублей, оставляем 2250. Это маржа больше 300 процентов при всей вот этой петрушке. И женщина такая сидит. А как же тот инструмент, который может позволить продать все, что угодно? Я говорю, ребятушки, а что сейчас было? Вам мои рубашки ехало-болело, но вы их купили? И это были мои первые аплодисменты стоя в жизни. И в этот момент я понял очень важную вещь. Что когда ты приходишь в магазин и видишь, что зубная паста продается и... Зубная щетка продается и паста в подарок, ты это покупаешь не потому, что у тебя зубная щетка плохая, а потому что у тебя паста закончилась. И я стал этим пользоваться. Потом мы сделали такую штуку, что при покупке рубашки 4 часа на яхте в подарок. Как вам? Купил рубашку за пятерку и 4 часа на яхте. Тоже 2000 рублей, кстати. Знаете почему? Потому что потом, после того, как человек прокатился на яхте, ему предлагалось купить обучение в яхтингу, совсем в другом чеке. И конверсия была гораздо выше. И им было очень выгодно отдать мне по себе стоимости за 2000 рублей 4 часа на яхте. Потом было химчистка, потом еще чего-то. Но самый крутой момент. Вот девушки сейчас оценят. Корзина косметики в подарок. У девушек не было шансов. Когда они думали, что подарить своему мужчине на день рождения, они выбирали рубашку Бермуды, потому что себе получали корзину косметики. И это было чертовски круто, ребятушки. Вы знаете, таких кейсов огромное количество. Я когда выступаю, вот у меня график расписан на 3 месяца вперед. Каждый день у меня новый город. То есть я как в автобус, короче, в самолет. У меня уже недавно иду такой, и меня таможенник останавливает такой, проверяет документы такой. А почему у вас в паспорте другая фамилия? Почему здесь у вас Фатеичев? Вы же Бермуда. Я говорю, о, какие познания. А он мне говорит, конечно. Меня жена весь мозг вынесла по поводу вас. Постоянно думал, когда же я его встречу, чтобы хоть рассказать что-нибудь. То есть вплоть до этого. И вы знаете, когда ты начинаешь, вот через тебя проходит огромное количество бизнесов. Ну, то есть каждый день я консультирую компанию. Вы можете в Инстаграме у меня посмотреть. Я даже там разборы делаю. То есть получается по 3 компании в 3 дня. Получается совершенно разные. Производители, ритейлеров, еще что-то. Кстати, очень прикольный кейс с ТАД Спиртпромом. Я, когда выиграл у них тендер. Ну, чтобы вы понимали, ТАД Спиртпром – это крупнейшая алкогольная компания в стране. И мне звонит менеджер и говорит, Влад, тут такое дело, ты выиграл, иди езжай и обучай. Я говорю, что, серьезно что-то? Они говорят, да. Президент компании, премьер-министр Татарстана. Я приехал к ним, они говорят, но только есть небольшой нюанс. Если тебя не вышибут пинком под одно место оттуда, значит, ты победил. Очень круто. Потому что предыдущие 5 консультантов примерно так и было. Я вот с этим настроем приезжаю к ним. Сидят вот как вот отсюда, вот до начала лестницы, вот такой вот стол огромный. И все топ-менеджеры. А вот здесь сидит первый зам генерального директора. Империя. И такие, хорошо, что я не в спортивном костюме туда приехал. Подумал я сначала. А потом они меня такие, ну что, типа, говорили. Я говорю, вы знаете, первое, что я бы сделал бы, это привязал бы вашу алкогольную продукцию к расторопши. Кто не знает, это средство для очищения печени. И сделал бы хороший инфоповод. Да, мы продаем алкашку, но мы привязали расторопшу. И вроде как все нормально, сразу и лечим. Они-то могут позволить себе, ну, создавать инфоповоды. Ну, то есть, они такие, так, давай-ка дальше. Я говорю, а потом бы я бы забрал бы рынок барменов всей страны. Как вы думаете, как? Так, но нет, где мы сейчас находимся? Конечно, онлайн-школа для барменов, университет, умничка. Конечно, сделать его доступным для каждого, сделать так, чтобы на бренде этой компании люди просто начали обучаться повышать квалификацию по бармену. И у них в голове был бы этот бренд. И таким образом забрать весь рынок. Они такие, охренеть. А откуда ты взялся? Спасибо. Я говорю, это еще не все. Я бы еще привязал бы к вашей… Сколько вы продаете? Они говорят, мы продаем 20 миллионов бутылок в месяц. Я говорю, бля. Меня это что-то не подкосило после этой цифры. Я говорю, если вы создаете собственное комьюнити, про что я вам говорил. И просто берете и код на каждую бутылочку. И делаете по 100 рублей для человека. Друзья мои, поднимите руку. Кто считает, что можно создать ценность для человека, чтобы он платил по 100 рублей в месяц и был счастлив? Кто считает? Какими-то бонусами, подарками, еще чем-нибудь. Мы только что с вами разобрали, как это сделать 500 рублей. По поводу кофе. Элементарно. 100 рублей. Я говорю, если вы хотя бы миллион человек заводите, это 100 миллионов в месяц. Это 1,2 ерда в год. И не на спаивании людей, а на монетизации собственного ресурса, который вы совершенно не используете. 1,2 ерда. При этом вы можете коммуницировать с людьми, вы можете их опрашивать, можете создавать новые какие-то там продукты, еще что-то. И вы это совершенно не используете. Как? Империя, бля. Они такие молчание, молчание. И потом я получил видеоотзыв первый раз в жизни от первого зама генерального директора у себя в Инстаграме. И я понял, что даже такие огромные компании все равно получают определенные… Ну, тоже не все знают. Вы знаете, я вообще начинал свою деятельность с энергетической компании. Мы, когда мне было 21 год, мы с ребятами сняли 20 квадратных метров в Санкт-Петербурге и стали подключать маленькие магазинчики к электричеству. Мне было 21, ребятам было 25. Через три года наш средний чек составил порядка 50 миллионов рублей. И мы подключали уже гипермаркеты, жилые комплексы, коттеджные поселки. Но не всегда было круто. Где-то через два года у нас осталось 2 миллиона рублей. Это один раз заплатить зарплату. И мне ребята вызвали и сказали, Влад, вот тебе 100 тысяч рублей, что хочешь, то и делай. Без контракта не возвращайся. Ты у нас самый молодой, самый активный. Пошел. Я говорю, понял. Я пошел на конференцию, где были все мои потенциальные клиенты. Это застройщики и генеральные директора строительных компаний. И там выступал Вячеслав Давыдович Заренков, как сейчас помню, это владелец ЛенспецМУ. И когда была возможность задать ему вопрос, я встал и говорю. Вячеслав Давыдович, у меня к вам вопрос. Дело в том, что я представляю компанию Росбалт Энергоинжиниринг, и мы на протяжении нескольких лет работаем с крупнейшими застройщиками в Санкт-Петербурге. И делаем в среднем на 15-20% дешевле, чем другие. При этом совершенно спокойно можем показать свои кейсы. Мы этого не скрываем. Но у меня проблема. А проблема заключается в главных инженерах и в главных энергетиках. Потому что им совершенно неинтересна минимизация бюджетов застройщиков. Потому что они все сидят на возвратно-бонусной системе-откатах. Как нам, компания, которая реально минимизирует затраты строительных компаний, может это показать, обходить стороной этих паразитов, недобросовестных главных инженеров и энергетиков, и напрямую работать с застройщиками и генеральными директорами, потому что только им интересна минимизация их бюджета. И присел. Да. Как вы поняли, мне было совершенно все равно, что он ответит. Я просто ждал перерыва. И вокруг меня было больше людей, чем вокруг Вячеслава Давыдовича. И совершенно случайно я открыл совершенно новую технологию продаж. Я понял, что мы можем монетизировать каждое мероприятие, на которое мы приходим, просто подготовив волшебный вопрос, за счет которого в перерыве все вокруг тебя окажутся. И чем больше людей вокруг тебя оказывается, тем более качественный вопрос ты подготовил. Так я получил одни из инвестиций. Когда я пришел на мероприятие, где были потенциальные инвесторы, я встал и говорю, я представляю международную образовательную площадку «Стадион.Гуру». И за последний месяц ко мне обратилось уже больше пяти инвесторов, и они все хотят инвестировать в мой проект. Скажите, как мне выбрать финансового партнера, потому что я даже не ожидал, что мой проект будет настолько финансово интересен? И все. И каждый из вас это может использовать. Особенно те, кто продюсеры, те, кто владельцы онлайн-школ. Вы же можете встать и сказать, вы знаете, в моей школе обучается две тысячи предпринимателей, и каждый из них в среднем увеличил свой доход в три раза. Скажите, как сделать так, чтобы предпринимателей было в десять раз больше? Ну или в сто раз больше? И все вокруг это должны услышать. И еще вам нужно немножечко выделиться внешне, чтобы вас не потеряли в толпе. Это тоже очень важно. Потому что когда ты… Когда основной… Ребята, я заключал контракты совершенно разные. Начиная от пяти тысяч рублей книжечка, и самый большой – 120 миллионов рублей. Я вам могу сказать одну истину. Если ты хочешь заключить контракт, докажи, что он тебе не нужен. Если ты хочешь привлечь инвестиции, докажи, что они тебе не нужны. Как только, как только человек понимает, что ты и без них справишься, без этих денег, он к тебе приходит и говорит, и возьми мои деньги тоже. Если он понимает то, что он не справится, то для него это риск. Это на подкорочке где-то. Если человеку нужнее, чем мне, я не хочу ему отдавать свои деньги. Это риск. Он их потратит на кредиты, на долги, еще на какую-то ерунду и сделает некачественно свою работу. И я вам могу сказать с полной уверенности. Это знаете, как… Я вот девушек делю на две категории. Глупые и умные. Вот глупые, они просят подарки. А умные, они делают так, чтобы мужчина сам захотел сделать этот подарок, при этом был от этого счастлив, и при этом он сам, как будто это он сам придумал, что кольцо надо подарить. Но мы-то знаем, кто это все придумал. Да, девчули? Во-во. И в бизнесе то же самое. Не нужно. Ну, со мной многие спикеры не согласятся. Но если бы я говорил полную ахинею, наверное, у меня бы не было бы 35 перелетов в месяц. Но я могу сказать четко, что если ты вкладываешь в буклетики и идешь и говоришь «купите», то ты становишься просящим. А просящим не хотят давать деньги. Нужно создавать информационное поле за счет самых различных инструментов. И чтобы к тебе приходили и умоляли, сказали «возьми мои деньги, пожалуйста». И вот туда надо вкладывать свои ресурсы, свои знания, свое время. Вспомните, друзья мои, сколько вы контрактов заключили, когда вы приходите куда-то и когда к вам приходят. 80 на 20? У кого 80 на 20? Поднимите руку. 80 – это те, кто на входящих заключил контракт, а 20 – это когда вы исходящие делали. У кого такая история? Вот и я про то же. И вы знаете, если ты понимаешь вот эту историю, то ты начинаешь верить в некий закон богатства. А закон богатства звучит следующим образом. Для того, чтобы что-то получить, сначала отдай. Это как, знаете, у меня как-то обратилась туристическая компания и говорит «Влад, у нас мы хотим банкротиться, вот как-то вот можно что-нибудь?» Я говорю, не переживай, Бермуда вас спасет. Говорит, ну хорошо. Это знаете, вот очень обидно. Вот у меня есть друзья-маркетологи, вот к ним приходят, знаете, и говорят, вот у нас есть 20 миллионов рублей бюджет, вот помоги как-то перераспределить, ну эффективно. А ко мне знаете, как приходят? Влад, у нас было 20 миллионов, сейчас денег нет, придумай, пожалуйста, что-нибудь. Я начинаю вот так вот это все делать. И, собственно говоря, приходит турфирма, я говорю, давайте напечатаем сертификаты, на них напишем 4 дня в Чехию, ну как бы 4 дня в Чехию, и просто подарим через директоров школ, подарим детишкам за их заслуги. И в итоге ребенок лучше всех, например, отжимается, там, не знаю, или подтягивается в классе, или получает много оценок, получает 4 часа в Чехию, прибегает домой и говорит, папа, я еду в Чехию, ты со мной, нет? Что говорит папа? Мамуля, походу, нам нужен отпуск. Что происходит дальше? А дальше самое интересное, друзья мои. Они идут с этим сертификатом в турфирму, а потом понимают, а нахрена мы поедем в Чехию на автобусе на 4 дня, если мы все равно отпуск взяли. А можно мы этот сертификат используем как скидку и возьмем нормальный тур? Да, конечно, можно. И таким образом поехали в Чехию только 10%, друзья мои. А все остальные взяли Турцию, Кубу, еще что-то из этой серии. Сколько мы денег на это потратили? Картон. Картон. 50 копеек, 10, там рубль, 2. Уже запутался. Я понял очень важную вещь, что ты можешь просто что-то дать и все. Это вы знаете, а есть в Сочи, а кто вообще из Сочи? Поднимите руку. Много, да? А есть в Сочи контактные зоопарки? А сколько стоит? А детский? 150, а взрослый 200, да? 300? Ну вот, вот смотрите, хотите вам сейчас, кто хочет заработать завтра 30 тысяч рублей? Вы приходите, ищите директора контактного зоопарка и говорите ему вещь. Говорите, у тебя есть 30 тысяч? Он говорит, есть 30 тысяч. Говорит, положи на стол. Он говорит, зачем? Давай, если я тебе скажу просто, как X2 сделать, и ты поймешь, что это реально круто, ты оставишь мне эти 30 тысяч рублей. Я всегда, я сейчас рассказывал им технологию продажи консалтинга, кстати. Я всегда так делаю. И в итоге человек говорит, окей, 30 тысяч рублей кладет на стол, и вы ему говорите, ты берешь, печатаешь билеты, и на них пишешь, 150 рублей, детский билет, и просто эти билеты даришь по всему Сочи в подарок детишкам, просто детишкам даришь. Не надо на детях зарабатывать. Зачем? Дети прибегают домой и говорят, пап, я в контактный зоопарк. Кто со мной? А родителям сделать на 100 рублей дороже. И все. И таким образом мы получаем огромный трафик, не зарабатываем на детишках, и получаем просто X2. Это уже проверяли огромное количество раз. Не нужно зарабатывать на детишках, давайте зарабатывать на их родителях, как говорится. И все. Что я вам сегодня хотел донести? Я надеюсь, что у меня это получилось. Мой слоган «Посмотри на бизнес по-другому». Я считаю, что не надо делать идеальный бизнес. Его очень сложно сделать идеальным. Его нужно делать по-другому. И тогда все получится. Если ты хочешь иметь то, что имеют другие, то и делай точно так же, как делают другие. Если ты хочешь чего-то большего, надо делать по-другому. Не бойтесь экспериментировать. Не бойтесь создавать вау-эффекты. Вы знаете, вот у меня осталось 5 минут 30 секунд. Я вам хочу просто успеть еще рассказать просто один кейс, который вы поймете, что можно даже продавать гораздо дешевле, при этом зарабатывать гораздо больше. Кому это было бы интересно? Поднимите руку. Встречаемся с человеком. И он говорит, а у него был друг. Слушай, а ты маркетингом занимаешься? Я говорю, ну да, немножечко помогаю людям, предпринимателям. Он говорит, у меня сеть компьютерных, магазинов компьютерной техники. И причем магазины такие, как бы там 500 квадратных метров, и у него их штук 15. Ну, короче, я миллиардные обороты. Он говорит, лайфхак какой-нибудь дай, пожалуйста. Я говорю, ты хочешь, чтобы я сейчас поработал? Он такой, да не, ну что тебе там лайфхак дают по маркетингу? Ты же постоянно там что-то говоришь. Я говорю, ты хочешь, чтобы я сейчас поработал? Он говорит, ну а что? Я говорю, давай 30 тысяч на стол. Если тебе понравится то, что я скажу, ты мне их оставишь. Если нет, заберешь их обратно. Он говорит, отлично, 30 тысяч кладет на стол. Я говорю, а как вы работаете? Он говорит, да как, как. Подходит человек, идет, и у него спрашивают, сколько вы хотите потратить на компьютер? Тот говорит, 30 тысяч рублей. А менеджер ему отвечает, вы знаете, то, что вы хотите купить, стоит чуть-чуть подороже на 35. И будет идеально для вас. У кого такое было, что вы приходите в магазин, спрашивают, на какую сумму, а вам пытаются продать чуть-чуть подороже, типа самое идеальное решение? Поднимите руку. Что это вызывает? Негатив. Я говорю, вы реально так работаете в своей этой огромной компании? Говорю, да, все так работают, а как по-другому? Я говорю, я про себя думаю, ну сейчас точно 30 тысяч лишишься. Он говорит, а как? Я говорю, человек приходит в магазин, к нему подходит менеджер и говорит, на какую сумму вы рассчитываете? Он говорит, на 30 тысяч рублей. А менеджерам говорит, вы знаете, идеальное решение для вас, вот за 25. Лояльность появляется, друзья мои? Конечно появляется. Он говорит, блин, как круто. А мне всегда там что-то допродавали, там, ну, на повышенный средний чек. Он говорит, нет, вот за 25. Потом человек подходит, лояльный. Еще больше конверсия, там, кстати, в продажу, как вы понимаете. На стойку продажи. А ему говорят, вы знаете, вы же 5 тысяч рублей сэкономили. Давайте вам сделаем сумочку, чтобы ноутбук не разбился. Давайте вот на эти 5 тысяч рублей, которые у вас остались, страховочку, мышку, аксессуары какие-то, еще что-то. Человек лояльный. Он рассчитывал на 30 тысяч. Как вы думаете, есть шанс, что человек оставит еще 5 тысяч рублей, который он рассчитывал, чтобы еще кучу допов купить. Поднимите руку, кто считает, что оставит. И при этом будет лояльный. А теперь мы считаем математику. Маржинальность на компьютерах 5-10%. Маржинальность на аксессуарах 100-500%. И теперь получается, что если бы этот паразит-менеджер продал компьютер даже за 40 тысяч рублей, при этом вызов негатив, бизнес бы заработал бы меньше, чем за 25 и на 5 тысяч рублей аксессуаров, при этом оставляя лояльного клиента. Время подходит к концу. Время подарков. Друзья мои, у меня есть мой инстаграм. Влад.бермуда. Те, кто напишет мне «хочу книгу» и сделает какой-нибудь сторис, либо еще что-нибудь, я вышел совершенно бесплатно 25 кореативных идей на миллион, свою вторую книгу. И это немножечко меньше, чем 88, но зато халява. Правильно? Что? Вот. Что касается, если кто-то хочет со мной повзаимодействовать как-то, там, не знаю, разобрать свой бизнес, создать для вашей онлайн-школы, для ваших курсов, создать добавочную ценность, как я сделал, книги, и сделать это. То есть вы реально можете продавать гораздо дороже курсы, просто создав определенные кросс-маркетинговые цепочки, просто собрав определенные подарки. И таким образом, ну скажите мне, человек купит за там 3000 рублей курс, или купит за 4000 рублей курс, но при этом спа в подарок для жены получит. Согласитесь, что это возможно? Кто считает, что возможно, что человек переплатит там 700-800 рублей, но для жены спа в подарок получит? Правильно? А это уже мы поднимаем свой средний чек на 30% практически. Это же круто, ну в объемах. И это можно делать. То есть я это делаю постоянно, я это делаю каждый день с различными огромными маленькими компаниями. И это можно делать с онлайн-школами тоже. Поэтому кому это интересно, кому это интересно, тоже пишите «хочу» там, не знаю, разборы. Мы с вами обсудим, каким образом мы можем повзаимодействовать. Кому нужна книжка 88 креативных идей, кто не сможет сегодня ее выиграть, тоже пишите «хочу» 88 и то же самое обсудим, как вы ее получите. Короче, хотел быть для вас ценным, полезным. Надеюсь, что я перевернул немножечко ваше представление о том, что можно продавать действительно немного дороже, зарабатывать на своем ресурсе, как мы только что показали, как можно еще 70 миллионов в год зарабатывать, просто создав определенное комьюнити. Кстати, у меня как раз есть полностью там ресурс для этого тоже. Короче, можем дружить, общаться и не буду сейчас рекламировать ничего. Это знаете, как последнее недавно буквально есть такая школа прокат автомобилей «Карлсон». И они такие говорят, Влад, а мы можем что-нибудь сделать для своих клиентов? Я говорю, конечно можем. Вы же реально крутые. Реально вы можете свою всю аудиторию сделать из этого комьюнити и сделать так, чтобы это приносило гораздо больше денег. И вот сейчас они мне за это дают постоянно Панамеры, Порше, еще что-то. Просто за счет того, что я им дал эту идею. И это очень круто. Спасибо вам большое, друзья мои. Господа, Влад Бермуда!